Всем привет! Вы на Спортивном. В Лиге Чемпионов мы уже знаем 6 результатов 1-8. Юви Туттенхем 2-2, Базель Манчестер Сити 0-4, Порту Ливерпуль 0-5 и Реал ПСЖ 3-1. И голевая феерия продолжилась на Альянс-Арене, где Бавария 5-0 выиграла у Башикташа. Чем была примечательна эта игра? А тем, что Бавария выиграла свой 14-й матч к ряду в различных турнирах. Последний раз это удавалось клубу в 1980 году. Юб Хайнкес выставил на матч трио Каман, Ливандовский и Мюллер, и вся тройка его отблагодарила. Двое последних сделали по дублю. Знаете ли вы, что на счету Роберта Ливандовски уже 45 голов в Лиге Чемпионов? Кроме того, за последние 16 игр в Лиге Чемпионов для Ливандовски это уже 16-й гол. Томас Мюллер также благодарен Хайнкесу, ведь с его приходом он стал чаще выходить в старте. И на счету Томаса уже 42 гола в Лиге Чемпионов. Кроме того, Мюллер регулярно забивает в 1-й восьмой. Он отметился уже здесь 12 раз. К примеру, Роналду сделал это 19 раз. Кроме того, Мюллер и Ливандовски, кроме дубля, сделали по голевому пасу. А началось все с того, что на 16-й минуте до Магой Вида за фолл последней надежды увидел перед собой красный свет. Но Бушикташ сопротивлялся аж до конца первого тайма, когда и был забит первый мяч. В десятером сложно играть, тем более в Лиге Чемпионов и тем более с Баварией. После 5-0 нам нужно теперь сосредоточиться на внутреннем чемпионате, говорит после матча Пепе. А вот что сказал наставник Баварии. Он отметил, что играть в меньшинстве сложно, но считает Бушикташ хорошей командой с опытными игроками. Наставник Бушикташа так сказал. После красной карточки игра пошла наперекосяк. В Баварии отличная команда и после первого гола она понеслась. Ответная игра пройдет на поле Бушикташа 14 марта. И матч, который привлекал очень большой интерес, это игра на Стэнфорд-Бридж. Чем примечательен этот матч? А тем, что Челси и Барса последний раз играли 6 лет назад. И тем, что в старте Челси не было ни одного англичанина. Конте перед матчем сказал, что они аутсайдеры в этой игре. А вот Вальверде намекал на важность выездного гола. Но Барса за весь первый тайм ни разу не попала в створ ворот. За всю игру обе команды попали в створ лишь по 2 раза. Конте выставил на игру тройку Вильян, Педро и Азар. И на 62-й минуте это принесло свои плоды. Вильян, который за матч 2 раза попал в штангу, забил. А ассистировал ему Азар. Азар в этом сезоне Лиги Чемпионов поучаствовал уже в 6 мячах своего Челси. Трижды отличился сам и трижды отдал голевую передачу. Но радоваться пришлось недолго. На 75-й минуте отметился впервые в карьере ворота Челси Месси. До этого он 8 раз играл с этой командой и только в 2018-м смог забить. А знаете ли вы, что кроме Челси в Еврокубках от Месси уходило без гола еще 6 клубов? Среди которых Атлетика, Бенфика, Интер, Ливерпуль, Рубин и Удинезе. Если мы сказали о том, что Мюллер в 1-8 забил 12 раз, Роналду 19, то для Месси это уже 22-й гол в 1-8. Конте считает, что его команда совершила ошибку, за которую пришлось расплачиваться голом. Также тренер отметил Виллиана, который потряс 2 штанги. Игра завершилась 1-1. Для Вальверде это позитивный результат. Это был матч двух разных стилей, в котором нам удавалось контролировать игру, сказал наставник. Если Барси удастся пройти Челси в 1-8, для клуба это будет рекордное достижение. До этого команда 10 раз к ряду выходила в четверть финала Лиги Чемпионов. На вашем экране появился список лучших голеодоров с учетом группового раунда. У Роналду из Реала 11 мячей, у Фермина из Ливерпуля и Кейна из Туттенхэма по 7. 21 февраля нас ждут еще 2 игры в 1-8. Севилья Манчестер Юнайтед и Шахтер Рома. Про них также будет выпуск. А если эта информация вам понравилась и была полезной, не забудьте про лайк. Подписывайтесь на новости футбола. Услышимся уже совсем скоро.